сегодня самое главное это то что ценность ты можешь создать контент может на тебя подать суд и он выиграет потому что да у нас тоже коррупционный это когда маргулан первую яхту купил свою вас специально шатнули вас специально взбудоражили мы смотрим на детей и что они сами будут формировать свою жизнь и сами будут двигаться сами что-то добрый день в эфире телеканал астана программа джи совпад меня зовут динара саджан и сегодня наш гость известный медиа бизнесмен издатель журнала ford журналист арманджан мелькевич байтасов добрый день добрый день спасибо за приглашение спасибо вам спасибо что пригласили в медиа-кафе у вас очень много активов мы хотим сегодня побывать и forbes хотим поплывать и на радио бизнесов что у вас есть лучше давайте не об этом то что медиа касается самое главное то что есть это то что мне нравится то чем я всю жизнь занимался и получил образование мне нравится медиа мне нравится все то что с нами на листик то что вы не собираетесь никуда уезжать что у вас очень много бизнесов это говорит о том что вы патриот своей страны конечно же все то что я делаю я и все то что там хочу сделать связан так или иначе с казахстаном с моей стороной как говорится где родился там и пригодился и потом здесь мой дом здесь мои друзья это совершенно четко здесь похоронены мои родители и я хочу чтобы и мои дети здесь жили и хочу чтобы сторона казахстан была процветающая красивая и чтобы все все то что связано там с моей семьей было связано именно с казахстаном самый первый номер вот журнал forbes самый первый вагит алекперов да на первом на первой обложке вагит алекперов должен был быть нурлан смогулов сразу же тоже история такая известная нурлан потом в начале августа мы летели вместе в самолете чтобы прослушки не было ничего он говорит арман все не могу проблема не могу быть на обложке хотя мы с ним договорились материал был готов еще в июне месяц я представляю какие-то ужасные чувства меня это был шок мы с ним там ну не поругались по вздоре гонурлан ты подводишь там очень сильно и нам пришлось менять обложку за две недели и заново все делать и это был друзья вот смотрите у меня в руках журнал первый выпуск журнала forbes казахстане багит алекперов жалко конечно что не наш казахстанский бизнесмен а вторая обложка вторая обложка у нас получается мы сделали вот 50 самых влиятельных бизнесмена товарища раритет на вещи их осталось всего лишь у нас два или три таких выпусков все их уже нет потому что такие журналы они расходятся и я уже знаю что не перепродаются там что такое то есть эти журналы хранят на самом 2011 года друзья это уже история а здесь вот первый казах первый казах который на обложке появился первый казах который на обложке появился ермек турсунов почему ермек турсунов он же не бизнес может никто из бизнесменов не хотел выходить на обложку со всеми разговаривал но не совсем со многими разговаривал все боялись работать с форбсом все переживали как это все будет никто не хотел открываться но все боялись что к ним придут налоговые инспектора или там все прочее и на обложке на обложке фор появился ермек и ермеку позвонил говорю ермек все потому что у меня команда тоже это же микки чем нечем москвичи тогда много работы нужно было самому было бы тогда не скромно было бы так кажется что кстати у нас один из вариантов был такой что вот там саша воротилов максим семьяк говорили если если у нас никого не появится тогда либо вы либо ищите примерно тоже так вопрос ребром стоял уже не да наверное я сейчас конечно проблеме это что очередь да но у нас ермек появился это про бизнес потому что искал ермек мы будем делать материал именно про бизнес в кино в киноиндустрии и у нас получилось хорошее интервью вы всю свою жизнь занимаетесь бизнесом вот мне у меня вопрос такой в чем сила предпринимателя очень хороший вопрос и он на самом деле сложные он многоплановым многоуровневый нельзя сказать что в чем-то одном сила бизнесмены так как бы я вот все таки считаю что бизнес предпринимательства человек все равно должен быть какой-то жилкой но все там тотально сто процентов не могут быть предпринимательны хотя вот мы вчера с этим молодым человеком спорили что обучиться можно до обучиться можно вот это вот чувствовать на кончиках пальцев как зарабатывать это все-таки наверно у сродни какому-то может быть особым таланту особому дарованию вот силы бизнесмена вот может быть да какие-то природные качества должны быть сам сама вот это жилка должна быть второе это наверное то что мы называем честность бизнеса у настоящего бизнеса у нас на еще предпринимателя честность это на фундамент то на чем стоит все ты должен быть честен в первую очередь перед самим собой потому что мы любим строить воздушные замки создавая свои бизнес-планы или что такое да как бы но честность заключается в том что ты насколько сам видишь свою идею насколько ты можешь насколько ты и сам веришь настолько ты зарядишь людей вокруг и вот в этом плане ты должен быть абсолютно честен перед самим собой потому что тебе для того чтобы реализовать какой тот или иной проект ты должен зажечь еще людей вокруг и эти люди с кем ты работаешь должны уже тебя поверить да есть там и пешки индивидуальные предприниматели наверное тоже не что-то делать но как правило бизнес это дело коллективной так или иначе тебе приходится сталкиваться дальше честность и вот фундамент то на чем ты стоишь связано со следующими понятиями как работа с клиентами клиенты должны тебе доверять это тоже должен быть честен перед клиентами любой продукт который пора вы производишь услуга они должны быть честные понятные прозрачными так только тогда появится там не знаю это вот эта система доверия между тобой между тобой и клиентами между тобой и целым миром вокруг то есть вот это честность это фундамент конечно все это все дальше будет складываться чуть-чуть ты где-то подмочил свою репутацию все любой человек который придет с тобой на переговоры сколько бы ты не заработал на госзаказах тендерах да на чем угодно всегда будут понимать байкар манджан с этим человеком надо аккуратнее и ты сто раз подумаешь прежде чем любое дело снимать ну и третья вещь то что там силы бизнесменов или что-то такое в основном это не есть правило но в основном бизнесмены как правило это люди открытые открытые для знаний открытия для общения открытия для участия в различного рода клубах и наверное вот в этом для некоторых иногда это тяжело но это нужно воспринимать практически тоже как работу не лениться общаться с людьми потому что каждый человек это целая вселенная мы сейчас находимся на восьмом этаже здесь музон радио бизнес fm а еще что здесь прямо отсюда вещать но наше рекламное агентство тон студии здесь все то что касается работы медиа она же она же на самом деле не только то что вот снаружи но вам открыть радио мне кажется вообще ничего не стоит ну не то что ничего все равно это бизнес это все равно ответственность все равно много людей работы вы входите в национальный совет общественного доверия у вас была уже встреча с президентом да конечно не было встреча с президентом и я считаю что сама идея национального совета очень важна нашей стране нужен даже вот то что президент сказал слышащие государства это первые шаги нам нужен действительно общественный договор страна у нас очень большая страна очень разная нам нужен там не знаю вот в россии говорят скрепы нам нужен клей который нас всех объединит соединит и будет помогать двигаться стране и вот этот совет он помогает этот совет это один из больших шагов для того чтобы мы научились слушать друг а что вы предложили президенту у меня больше связано было с работой масс-медиа я считаю что очень неправильно то что на масс-медиа оказывается давление через судебную систему через несправедливые судебные решения в казахстане к сожалению такой класс как журналистские расследования практически исчез из работы медиа сегодня но большинство медиа стараются быть очень такие пола и такие гладенькие выдавать пресс-релизы и поэтому возрос интерес к анонимным интернет-канал потому что те масс-медиа которые профессионально занимаются серьезными расследования они остаются под ударом и ты делаешь хорошее исследование ты делаешь нормальную качественную журналистику любой недобросовестный чиновник или недобросовестный бизнесмен коррупции коррупционный может на тебя подать в суд и он выиграет потому что суды у нас тоже коррупционные к сожалению очень многие и все любое средство массовой информации которая существует хоть на госдень хоть и на госдень не имеет значить они все понимают что это небезопасно и ни один главный редактор в здравом медиа не будет вкладываться в журналистские расследования потому что он просто взвесить за и против зачем тратить усилия деньги время нервы для того чтобы потом оказаться еще подпреследенными по судов и вплоть до уголовной ответственности а когда ты убиваешь вот такую журналистку журналистику настоящую понятно что безопаснее выдавать псевдо журналист псевдо знали псевдо информацию через анонимный интернет-канал печатать все что угодно никакой ответственности и люди понимают что информация многих людей складывается ощущение что информация именно там вот в анонимных интернет-каналах там медиагрупп там медиагруппу я помню телеканал там ну название взято оттуда там да там это почему не 31 31 потому что действующая телекомпания и управлять ну там 31 . кейз все по-честному армажа америке еще даже ваше здание да наше здание сколько у вас здесь квадратов а этажей сколько это же 9 9 этажей но как-то вы скромненько себе оставили одну комнату я вот честно говоря уже когда это здание мы строили этот этот офис и мы поняли что на самом деле будет сокращаться наверное время в офисах и будет сокращаться время провождения раньше мне были большие кабинет это помнишь ты работаешь у нас же тоже я здесь хотел чтобы у меня всегда были большие просторный кабинет потому что для меня было важно чтобы был кабинет и он сразу же конференциал мне так удобнее работать а смотрите здесь ваши награды можно посмотреть ну вы их выставили уже как будто готовились алтан надам это же ваша премия вы же ее до создавали толку надо мне я создал актеров алтан желтус алтан желтус и перепутала да вот вот алтан желтус это ваша премия это наша примерно 95 году латунь такая тяжелая да алтан адам это уже вы получили да я получил я в 2000 году алтан адам первых 2000 получил лучший руководитель на такая тяжелая прям как оскар мне было 30 лет и меня выбрали лучшим бизнесменом руководителем 2000 года 2000 года прошел 21 год и вы по-прежнему в топах да мне кажется не еще вы будете всегда здесь ваша супруга супруга арманджана меркевича кстати моя землячка она из жанарки да вы кстати были вообще в жанарке сколько раз ой много раз я раз 15 наверно был ну во первых я ездил в белярке туда еще до свадьбы понятное дело вот и там проводили мы свидание ну свидание вот мы там проводили очень много времени когда только-только вот санджар появился для туда уезжал почти месяц там жила я понятно туда там часто приезжал первые там вот два года после замужества мы были каждое лето в общем же наркенский кумыс вы пьете уже сколько лет самого начала там в 90-го года можно сказать у меня вообще ни одного интервью нет чтобы определить не говорил это у меня всегда в любом случае правильно который открыла ваша дочь противоречивая до дайдана занималась айдана с самого начала и дизайна занималась идея идея была по дизайн идеи то медиа кафе создать моя болеть и понятно а вот уже все то что внутри это все занималась айдана мне что я просто нужно вот это сделать а дочь уже сама занималась для а как вообще у арманджан на реке еще рождаются идеи ну как у него рождаются идеи много сложно залезть арманджан на реке я чуть в голову но во всяком случае идеи он не устает подавать за что-нибудь зацепиться и дальше как это происходит обычно там завтракает увидел что-то по телевизору или там что-то причем я вот задумалась все-таки у него идеи вы разжидаются больше от общения с людьми то есть он с кем-то разговаривает разговаривает что-то возникает наверное вот по ходу это все-таки такой обмен социальный мнениями опытом какими-то на и может и очень много идей у меня возникает после разговора с дизайн очень сейчас я прямо не скажу что это прямо там бизнес идея но по поводу книги это вот процессе разговора семейных разговоров когда я говорил что буду делать десятилетию что сделать десятилетию и обсуждали мы я вот подумал что это будет книга один из элементов празднования десятилетий фармса в казахстане то есть идея написать книгу приложить ваши супруги нет внутри это наш совместный это мы просто обсуждали это в основном мои идеи но в этом процессе разговора появилась где-то арманджан мне что-то советую это я могу своим опытом поделиться потому что я работала в огромных разных компаниях в разных отраслевых компаниях уже даже далеких от журналистики но и и это это мне кажется более обогащает и более так насыщает наши взаимоотношения ежели чем ежели бы мы работали в одной компании и все время сталкивались с лобами тем более мы я все время дети всегда у нас говорят что вы все время ругаетесь игру мы не ругаемся мы дискутируем игру как вы хотели мы говорю одногодки мы закончили у нас один и тот же бэкграунд мы то есть журналисты как бы это ни было все равно внутри мы все друзья одни и те же с полной связи один и тот же у нас говорю мы практически все время говорю варимся в одном и том же социуме в том же то об одном и том же бэкграунде и у нас конечно будет возникать какие-то дискуссионные моменты где мы все равно сталкиваемся но он был комсоргом у нас в группе ленинскими стипендиат кировским стипендиатом но такой отличник отличник учебы правда не спорта у нас каждый раз дилер считает что она больше занимается чем я спортом я считаю что я в достаточной мере тоже спортивный может быть там не этот не не высоких олимпийских резервов но это ваши дети это и данная гирима да но они уже такие красотки они уже большие будут продолжать ваше дело не знаю вообще мы смотрим на детей что они сами будут формировать свою жизнь и сами будут двигаться сами что-то делать вот фотографии то это у нас но это когда маргулан первую яхту купил свою 2007 году большая яхта была 70 метров это где средиземное море ну да средиземное это это в районе порта финна или может я не знаю это может быть недалеко может от монако у вас все ваши друзья они все из форбса потом стали как то как получилось так что вот его все ваши близкие друзья они все успешные известные бизнесмены казахстана я думаю это связано больше за то что мы познакомились еще совсем очень давно и были наверно открытые коммуникабельные и научились не точно учились мы доверяем друг другу мы давно дружим и наша дружба проверено годами и как то вот вместе шли наверное еще вот знаете еще одна есть такая вещь наверное она связана с тем что обучение про обучение хотел бы сказать в наше ведь время не было интернета было очень мало книг да там ну что мы читали по бизнес литературе никто не не по ним даже не понимает что такое есть mba да как бы и основные знания мы получали через общение друг с другом там условно маргулан поехал в турцию узнал как работает кожевинные фабрики там что-то такое он открывал в алматинской области завод по производству кожи высокое дело кожи и рассказывал как там у них устроено я тоже ездил в турцию мы первые у нас контракты заключали с турецкими то есть вы делились да друг другу делились информации и говорили о них вот так а у них вот вот это сделано у них вот так устроен бизнес жизнь устроена такие отели есть там условно говорят так работает система такая есть пахлава и там я не знаю все что кухня там что такое и вот через вот это общение почему еще любили общаться потому что для нас это общение было как дополнительное знание как обучение друг у друга учились другому учились но смотрите вот у ваших друзей не всегда все было гладко да то есть всех здесь не у кого-то были такие горки серьезные но вы продолжаете вот дружить конечно конечно продолжаем дружить и дружба это то что остается всегда и здесь вопрос но когда человек оказывался там скажем условно даже в тюрьме да то есть как вы поддерживали отношения дел ходили ввс там когда маргулана закрывали я ходил бился за то чтобы выпускали там что сделать но до саудовской аравии не могли длинуться на то что в казахстане мог помочь конечно помогал когда с искандером были проблемы точно также с ерканом татишем тогда он совсем был молодой мы с ерканом татишем дружили с его старшим братом эта жизнь от тюрьмы и от сумы не зарекайся особенно в наших странах все хотят попасть форбс особенно сейчас тик токеры хотят попасть форбс и тик токеры тоже могут попасть форбс но у нас есть рейтинги которые вот совсем для наверное молодежи и вот не обязательно там быть миллиардерами а сколько нужно иметь денег чтобы попасть форбс вот это я скажу у нас есть замечательный рейтинг это один из самых любимых моих рейтингов которые на которые обращаю внимание это сети андер сети 30 до 30 и там это вообще не про деньги потому что по большому счету деньги это уже ну как бы результат твоей деятельности но с чего-то же все начинается все начинается с идеи начинать все с команды начинать все с правильной постановки видение вперед что на обложке журнала форбс все-таки реальные бизнесмены конечно мы знаем происхождение их денег да но вот сейчас время поменялось вы сами наблюдаете может оказаться на обложке форбс там блогер вайнер тик токер конечно может может до блогер а как вы проверите его доход доходы и блогеров и вайнеров для нас и еще раз говорю он же может оказаться там допустим в рейтинге и селебрити или в рейтинге все-таки если это разговор не про деньги это ошибочное мнение что это журнал для богатых людей и про богатых людей все-таки форбс это форбс главный за девиз форбса до миссия да это инструмент капиталиста да прописано да как вместе это журнал который помогает развиваться бизнесу предпринимателю до который расскажет о лучших кейсах которые есть да и мы берем все лучшее и хотим рассказать об этом нашей аудитории мы хотим вдохновить нашу аудиторию заниматься бизнесом потому что я считаю лично вся наша редакция и вообще сам форбс да что предприниматели они преображают мир как вы относитесь к тому что сейчас для того чтобы стать там бизнесменом они обязательно что-то производить руками придумывать что-то да то что достаточно там телефона делать какой-то интересный контент и в принципе на этом можно зарабатывать хорошие деньги это очень нормально и более того в наш цифровой мир в мир когда существуют везде смартфоны и хороший доступ к интернету само собой аудитория расширяется и само собой у тех людей которые могут и обладает харизмой обладает талантом сделать хороший контент привлечь большую аудиторию само собой с большой аудиторию у тебя появляется вот как вы думаете надолго это хайп нет это не хайп это на самом деле нормальная тенденция нормальное развитие и я думаю что это достаточно надолго сегодня мир вот стал цифровым я буквально недавно смотрел фильм великий в главной роли с дженни деппом о жизни и работе великого действительно фото корреспондента который работал на журнал life и там подробно рассказывалось как life работает как создаются вот эти фотографии все это проявляется все это очень долго там как он работает реактивами всеми потом как это идет материал в печать как принимать решение редакция потом идет в типографию потом из типографии вот эти сумочки достаются в сетки закидываешь их и это все идет в ларьки что-то такое долго 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 переделать все идет и тогда и в те времена там не знаю 20 века до медиа пользовалась там большим влиянием и чем больше у тебя тираж тем больше у тебя влияние тем больше у тебя рекламодатель вот сегодня все упростилось все упростилось сегодня любой человек это не просто там редакция журнала сегодня любой человек это целая телекомпания можно так сказать обладая там смартфоном хорошего качества ты можешь сделать там любое видео правильный контент и заработать себе завоевать огромную аудиторию а затем эта аудитория становится твоим рекламным полем и ты если ты пользуешься вниманием и уважением своей аудитории само собой ты будешь зарабатывать большие очень большие деньги в зависимости от роста твоей аудитории самое быстро растущий наверное сегмент вообще в бизнесе человек может очень быстро заработать действительно большие серьезные деньги работая в масс-медиа раньше чтобы мне выйти на тридцать первом канале в прямой эфир это это целая история целая боевая операция мы заказывали спутник спутниковые тарелки ловили когда этот интелсад появится над горизонтом какую территорию планеты земля он покроет и какие города у нас попадут в зону вещания нашего сигнала или не попадут сегодня об этом уже вообще никто не думает никто не знает сейчас рассказать про телевидение вот я когда открывал 31 канал я выучил что такое передатчик мощность передатчику я понимаю что только антенна фидерное устройство я понимаю на каком высоте должна быть подвисшена антенна и какие углы наклона должны быть что вот сейчас обидно да что это не нужно все вообще не нужно сегодня это вообще не надо это не нужно было на это тратить мы тратили на это колоссальное усилие мы колоссальное усилие выигрывать какие-то тендера участвовали в этих распределениях частот или чего-то еще вообще не надо вообще-то сегодня ничего не надо сегодня самое главное это то что ценность ты можешь создать контент какие подарки делаете друг другу не делаем на не делается, а на 8 марта что дарили? что вы Армальдон Милюкевичу не подарили на 8 марта? вот мой звездный час на стол я тебе подарил машину я Диляре подарил машину на 8 марта? а Диляра взяла и отказалась почему? она сказала, не хочет она эту машину и будет ждать другую нам пришлось ее не брать хотя мы всем уже объявили, что все а какая это была машина? это был электрокар Тесла? китайская машина нужно просто Теслу взять Тесла тоже не брать Диляра, а вы что дарили последний раз на Джану Бойтасу? брюки в Брунелл Кучереке с бутяка с бутяка с бутяка такие вещи зато быстро разбираются что касается подарка я сейчас честно призадумался это действительно у нас и подарки они все тоже стало какое-то совсем совсем внутрисемейные у нас младшая дочь Эгерим папа, а ты что бы я ему подарил? вот она прямо это она говорит Эгерим, ну у нас же все понятно и так все нет папа нужно купить нужно купить и нужно подарить я говорю, зачем? ну чтобы у мамы было настроение вот может быть действительно в самой понятно что там в любой момент можно сделать подарок не обязательно там под дату или под повод но в сам момент дарения сам этот вот это настроение поднять, чтобы было хорошее наверное оно очень важно и вот с годами наверное сейчас надо к этому приходить, Диляр следующий праздник следующий следующая 23 февраля или 7 мая не забудьте сделать подарок у нас 12 октября будет ну вот 12 октября как раз он совпадает еще день рождения Дилярки у нас все в один день поэтому подарки мы принимаем вместе для меня тоже не забывайте подарки инстаграм для меня just to fun это вот точно как бы я его только потом стал понял что это действительно может там превратиться в какой-то бизнес когда там аудитория ушла там свыше 50 тысяч человек подписчиков это превратилось в бизнес да как бы а до этого это для меня было просто развлечение более того но я рассказывал уже много раз инстаграм мне открыл моя дочь и сказал папа почему бы тебе не сделать потому что кто-то сделал фейковый аккаунт и там набрал подписчиков на ровном месте это неправильно и открыл это вот там то что Арман Жан это не самом деле не я придумал это айдерин все придумала сделала мы сделали первую фотку с ней тоже вот такая фотка у вас классный никнейм Арман Жан просто да забили это моя дочка да ну вы просто мне кажется не используете вообще ресурс инстаграма но я себе представить не могу я даже когда фотографируюсь с друзьями у меня очень много фотографий которые личный архив или что-то такое я скажу так у меня вот еще раз возвращайся у меня вот старая школа да если фотография сделана на private и вот оно мое личное я его даже не даю для использования журнала Forbes хотя там для списков условно нужны фотографии это мои друзья но официальной фотографии нет офис этого бизнесмена не выдает фотографию и у нас ну как бы появляется человек без фотографии да как бы часто бывает такое и у меня есть само собой в архивах его фотография но я не дам из своего архива понятно что потому что ну раз человек не хочет значит какие то есть резоны и лучше вот эту вот линию не пересекать только не говорите мне что вы с каждым другом все время согласовываете каждую фотографию в инстаграм которую будете публиковать я вот как раз про это и хотел сказать что я согласовываю и просто так не поставлю фотографию у нас много было случаев к сожалению не очень приятных аудитория в соцсетях она же разная вот кстати в инстаграме она более доброжелательна вот на фейсбуке она вообще бывает там иногда чрезмерно там просто все хейтеры ну хейтеры или что-то такое и в инстаграме тоже там не очень добрые у нас было много случаев неожиданных которые вообще ни о чем фотографии и люди которые со мной на снимке получали какие-то негативные тексты и комментарии абсолютно на ровном месте и поэтому это людей бизнесменов очень многих пугают и они стараются но сейчас же другое время сейчас в тренде искренность прозрачность открытость ну а когда тебя оскорбляют или когда тебя начинают там донимать и многие бизнесмены действительно открывают из-за этого аккаунты свои не открывают не открывают классический пример мой друг там близкий из-за вне он ее всегда получит обладая ресурсами другими но вы же человек опытный такой стрессоустойчивый могли бы уже всем там раздать я не знаю там книжки как себя вести как себя вести ну вот дайте какой-нибудь я не знаю там пять советов или три совета как скажем реагировать что делать потому что иногда же все-таки нужна реакция первый совет самый первый совет сразу скажу старая поговорка утро вечера мудренее не принимайте резких движений и не надо там появилась какая-то ерунда сразу публиковать не надо сразу да там не торопитесь спокойно вдох выдох и там это второй совет если на утро не пришла даже мысль сделайте паузу я говорю про нападки совсем грязные когда идет сделайте паузу там два-три дня потому что есть правила в медиа тоже не мной придумано шум обычно стоит два-три дня через два-три дня заваливается все и идет так на спад третий совет если появилась разово да как бы и какая-то идет ну как бы непрофессиональная атака ну хорошо нормально да как бы если идет массовая атака и значит вам нужно понимать что вас скорее всего кто-то против вас поставил бюджет какой-то на вас тратят деньги и теперь вы уже должны принимать вы и ваша организация должны принимать решение как вы будете реагировать но опять же решение должны приниматься вот не эмоционально не не разгоряченным а именно с холодным разумом потому что те кто вас атакуют именно делают таким образом чтобы вы совершили ошибку вы разгоряченные вас специально шатнули вас специально взбудоражили и эмоционально вы можете совершить какую-то ошибку это специально вы знаете что это делается специально потом с холодным разумом через два-три дня принимайте уже решение если это идет информационная атака на вас смотрите откуда ветер дует кто принимает решение кто ставит бюджет или что-то еще вот когда против меня идут информационные атаки я обращаюсь ко всем журналистам говорю ребят ну если вам дали деньги за то чтобы там разбрасывать какие-то неплохие плохие какие-то вещи да как бы если вам заплатили ну ладно кормите свои семьи купите им там подарки своим женам там что-то такое заработали заработать хорошо для медиа для медиа нормально вот ну если как бы зарабатываете таким образом на жизнь просто сами разбирайте своей души там что-то такое я больше так смотрю потому что то что меня касается на меня информационные атаки начались там ну если мне не изменяет память наверное с 95-96 годов там совсем-совсем давно а я тоже достаточно осведомлена как на чем люди сейчас склонны обретать популярность поэтому мы даже такие вещи не обсуждаем мы их смотрим прикалываемся ну посмеемся да посмеялись ну надо же какую ну то есть вас сложно задеть да ну вы просто я рассказывал мы уже давно прошли через это когда в 90-е годы это было как-то наверное более ощутимо более ощутимо более неприятно мы первый раз таким сталкивались как бы многие это не помнят да и слава богу тогда газеты же были печатные ну вы знаете удивительно что наверное вот на заре когда печатное слово было более ответственным из-за этого было как бы за каждым стоял там человек не сейчас как в соцсетях тогда наверное это было больше наверное еще и сделано качественно сейчас это вообще за качеством никто не следит фейковые новости выдают то есть не обращая внимание на то что это логически не совершенно не связанные вещи между собой то есть поэтому сейчас вообще фейковые новости настолько примитивны, что обращать на них внимание, это, наверное, было бы совсем... Лишняя трата времени. Это вам проще, потому что вы уже давно в этой среде информационной, а для многих это стресс. Для молодой семьи, которая только начинает, если кто-то там попал под замес, что порекомендуете? Ну, порекомендовать, наверное, меньше всего... Знаете, если идут круги, да, они, конечно, расширяются. А если ты гасишь, это на самом начале, наверное, просто не давать повода, не обращать на это внимания. Нет, повода там давай не давать, там повода ты и так не даешь. Я вот просто... Нет, я в смысле не давать повода, чтобы это все разрасталось. Начинаешь обсуждать... Бесполезно. Моя позиция не обращать внимания. Роман Жаннекеевич, вы сейчас сами сказали о том, что вам приходилось со всеми договариваться. Мне кажется, что вообще для того, чтобы быть успешным человеком, неважно, в бизнесе, в спорте, на госслужбе, да, очень важно уметь коммуницировать. И вот я читала в одном из интервью, вы сказали, что вы учились у Дейла Карнеги, сейчас вы могли бы сами написать такую книгу, как... Для Казахстана точно могут. Для Казахстана, да, как правильно коммуницировать в Казахстане. Дайте рекомендации. Ну, я много раз уже говорил, конечно же, очень важно уметь коммуникации налаживать, очень правильно разговаривать, быть уважительным, это, это все очень важно. Но главное, главное, на что бы я сделал упор, да, вот вообще внимательно всем, вот, кто занимается предпринимательской деятельностью, смотрите за своим окружением, environment, да, как бы так называемое, да, английское слово, это более точное, да, как бы вы влияете на свое окружение, и окружение так или иначе влияет на вас. Есть хорошая поговорка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, скажу, кто ты. Это имеет глубокий смысл, потому что, друзья, те люди, с кем ты много общаешься, много проводишь времени, и они дают тебе информацию. Они могут расширить твой кругозор, либо, если ты дружишь не с теми людьми, или там с узким кругозором, они, наоборот, тебя сожмут, и ты останешься вот в этой капсуле. Очень внимательно смотрите, с кем вы дружите, и желательно, стремитесь, не бойтесь, завязывать дружбу. Пока молоды, особенно, пока человек молодой, там, да. А как завязывать дружбу? Разные способы есть. Например? Ну, например, мои друзья в основном, это были, там, студенческие друзья и из мира бизнеса, да, который, там, начало 90-х годов. Ну, мы как-то все в Алмате здесь выросли, и мы поэтому друг друга знали, наверное... Ну, вам было проще, да? Нам было, может быть, проще. Ну, вот если вы хотите сейчас... Ну, потому что мы с районов друг друга знали здесь, мы там все по улице сходили. Ну, вы даже в Филипп сняли районы. Ну, да. А вот если говорить там, допустим, я хочу дружить с Илоном Маском. Если хочешь дружить с Илоном Маском, если ты себе поставил такую цель, значит, нужно к ней идти. Надо лететь тогда туда, где Илон Маск живет, обитает, и разговаривать, идти к нему на вот это его уникальное сейчас шоу, которое он сейчас ведет в Калифорнии. Кстати, интересная передача, посмотрел кусочек, он молодец. Он прямо как стендап, такой комик может даже выступать, Илон Маск, молодец. И значит, надо стремиться. Если ты хочешь, чтобы у тебя было окружение, как Илон Маск, иди это и делай. Вот я как раз про это и говорю. Расширяй круг своего общения. Дружи с успешными людьми. Дружи с теми людьми, которые хотят двигаться, преображать этот мир, улучшать и свою жизнь, и жизнь страны, общества в целом. Есть такая хорошая фраза, что ты через пять лет будешь тем, с кем ты дружишь сегодня, и тем, в зависимости от того, какие книги ты сегодня читаешь. Вот какие книги читает Арманджан Байтас? Я всегда очень много читал и читаю. Вообще, любовь к книгам, это привела мне моя мама. Это прямо вот у нас огромная библиотека дома всегда была. Кстати, вот расскажите, как мама привела, потому что я уже, не знаю, разные способы пробую. Вы знаете, как-то это произошло очень удивительно. Я понимал такую вещь. Вот в советское время книги были огромным дефицитом. И для того, чтобы получить книгу, ты должен был сдать какое-то количество макулатуры, и у тебя появлялись какие-то талончики. Я вот сейчас механизм до конца точно не вспомню, как это происходило. И потом, согласно этим талончикам, ты мог подписываться на те или иные подписки, и эти книги к тебе приходили потом, да, как бы. И мама мне рассказала весь этот механизм. Я собирал там по-честному макулатуру, ну и там в школе это и так это все было. А в итоге мама мне прямо рассказала, что она сделала подписку на библиотеку приключений. И вот это для меня, я прямо это четко помню, вот этот момент, когда у меня включилось. Ну, наверное, третий класс, по-моему, этой школы, я вот сейчас это, значит, 9-10 лет, 10 лет, наверное, да, как бы. Это у меня вот все включилось. Я прямо помню, с каким увлечением я ждал каждую серию, каждую книгу, которая придет из библиотеки приключений. И я помню, что я боялся закончить книгу раньше, чем придет следующая книга. Это для меня было, потому что у меня потом пустота какая-то образовывалась. Вот, библиотека приключений, там действительно подборка, вот в советское время была, ну, так скажем, уникальная, да, там, Ивана Ефремова, на самом деле, первый раз там прочитала. А потом из библиотеки приключений, там, по-моему, была книга на краю Айкумена, до сих пор помню, фантастик. А потом открыл целый мир, который он там создал другой, да, как бы. А сейчас сколько книг читается в месяц? Сейчас, наверное, еще даже больше, чем тогда, потому что сейчас возможностей гораздо больше. И сегодня это вот время книг, потому что я не разделяю аудиокниги и книги, вот, чтобы прочитать. Хотя я вот, наверное, принадлежу, опять же, к старой школе, уже, наверное, да, как бы мне нравится само ощущение, тактильное ощущение, чтобы, да, перелистывать. Настоящие книги, да, закладки ставить. Вот, допустим, там книга Михаил Зыгарь, да, «Империя должна умереть». Понятно, сначала на аудиокниге я послу, прослушал, потом я не выдержал. Я пошел, взял, купил книгу и начал читать заново. Я уже ее прослушал всю, но начал читать заново, да, и этот, сделал уже с пометками, потому что я очень люблю еще и историю, и как Зыгарь сделал описание, вот, само момент крушения Российской империи, как это происходило, это сделано настолько современным языком, как будто бы все персонажи для меня ожили. Там, Ленин совсем по-другому воспринимает, Керенского воспринимает, Троцкого, там, или саму фигуру Николая II, да, как бы, и как действовал двор, там, или там министр Трепов, да, как себя ввели. Они все для меня ожили, вот, как, я не знаю, как сегодняшней политики. Потом я еще с Михаил Зыгарем потом в итоге познакомился. Кстати, как только пандемия закончится, мы постараемся, чтобы Михаил приехал в Алма-Ату или в Нур-Султан. Он написал новую книгу, еще одну, он написал книгу о событиях 1996 года, когда вот передел был очень, не то, что передел, очень тонкий момент был, когда Ельцин мог проиграть выборы, и такая драматичная ситуация могла бы развернуться. Ведь вы же тоже можете такие книги писать. Да. С 30 лет независимости. Да, такие книги могу. Личный бренд или медиабизнес? Динар, здесь для меня лично, как для медиабизнесмена, не стоит вопрос или, или, да, как бы. Здесь и личный бренд, и медиабизнес. Потому что если ты сегодня в современном мире занимаешься медиабизнесом, без развития своего личного бренда там невозможно. Ты обязательно должен присутствовать везде, в соцсетях, во всех желательно, в соцсетях, даже в ТикТоке. В любом возрасте, да, как бы. Это взаимодополняемо. Сегодня страничка в Инстаграм превращается по своему влиянию и охвату намного мощнее инструментом, чем целые там газеты, там старые школы, там, или там что-то еще. Просто охват. Сегодня мир другой. Аудитория меняется. Доступ, да? Доступ к аудитории. Если ты хочешь остаться успешным в медиа на сегодняшний день, ты должен использовать все инструменты. Если ты что-то не успеваешь, значит, на твоей телеге не четыре колеса, и она будет либо отставать, либо вообще сломается. Но вы же наблюдаете за своими коллегами, кто не развивал личный бренд? Их же нет, этих газет, журналов, многих. Ну вот, да, наверное, те, кто не развивал свой личный бренд, они потихонечку остаются вот в том облаке, который наработали аудиторию себе в прежние годы и остаются с этой аудиторией. К сожалению, эта аудитория сокращается. Недавно в Инстаграм прочитала ваш пост, где вы пишете, вот вы летите в самолете, и вы пишете о том, что у вас опустились руки. Я подумала, что это вообще не похоже на Арманджана Байтасова. Вы всегда такой на позитиве, всегда у вас такие хорошие, правильные вибрации. Что случилось? Про «Опустились руки» это из песни Макаревича, на самом деле, из песни «Свеча». «Пока горит свеча», я просто взял пару строчек. Мне вообще нравится творчество группы «Машины времени», то, что делает Андрей Макаревич. И музыка, и текст, все совпадает. Это были слова из песни. Но ничего не случилось. Случилось то, что у меня были подозрения на коронавирус. И для меня это был немного шок, потому что я считал, что я заболеть в принципе не должен, потому что достаточно внимательно следил за всем, соблюдал все нормы. И потом как-то внутренне считал, что моя иммунная система способна сама перебороть это все. И потом внутренне уже считал, что в целом ситуация… Все переболели, у вас коллективный иммунитет. Все переболели, да, да, уже коллективный иммунитет. Вроде бы в Казахстане должна ситуация стабилизироваться. Это для меня было заразиться коронавирусом в конце апреля. Это было, но все равно, что там получить ранение серьезное в конце войны, там 9 мая. В округе. В 45-м году, примерно так. Вот из-за этого. Ну и еще понятно, что я сразу же, как только почувствовал недомогание, достаточно серьезное, я сразу изолировался и в четверг, пятницу, субботу находился дома. И у вас было время написать пост, да? У меня было время не просто пост написать, я реагировал. Мне звонят, Арман, может пойдем туда посидим, здесь сходим. И я говорю, нет, я не могу. Я вот нахожусь на изоляции, нахожусь один. Вот и остался один со своими мыслями, и поэтому появился такой не очень веселый текст. Но в итоге это был ковид или нет? В итоге это был не ковид, но еще я сделал один вывод. Я проводил тесты в день по два раза. Почему? Потому что в разных клиниках, чтобы там не было. Потому что часто же бывают ПЦР-тесты, бывают неточные. Все отрицательно, нигде не подтвердилось. Сдал анализы на кровь, на антитела, тоже нигде не подтвердил. Ничего нет, да? Ничего нет. Но у меня оказывается очень сильно развито то, что мы называем психосоматикой, наверное. Самовнушение. Самовнушение, да. То, что сильно развито. Самовнушение. У меня дошло до того, что у меня даже чуть-чуть потерялось обоняние. Я из-за чего изолировался. Настолько, оказывается, сам себя внушил, что у меня потерялось обоняние. Но после этого вы как-то себя обезопасили? Я не просто себя обезопасил, я после этого твердо сказал, что все, как только у меня все поправится и никаких вопросов не будет. Я сразу же побегу за вакциной. И сегодня, можно сказать, я сегодня вакцинировался и всем рекомендую. Я благодарю вас за интервью. И вот мне что нравится, что вы всегда на волне. И в нулевые были, и в нулевые, и в десятые, и в двадцатые. И мне кажется, будете еще долго. И в тридцатые, и в сороковые. Я, наверное, буду еще писать и писать с вами интервью. Спасибо большое. Я так и надеюсь, что так оно и будет. Большое спасибо. Было очень интересно, наверное, пообщаться. Как всегда, интересные вопросы. Ну и само вот там позитив, который идет от вас, он, честно говоря, меня тоже вдохновляет. Удачи вам, в вашей программе. Спасибо.